Участница проекта «Здравствуй, Россия!» из Донецка провела неделю в махачкалинской семье. 15-летняя Анастасия Берестюк, воспитанница вокально-хореографического ансамбля «Сувенир», гостила в семье Мусаевых. Попечителем девочки стала Умасалимат Мусаева. Женщина работает начальником отдела опеки в администрации Кировского района. Трижды мама и дважды бабушка научила Настю готовить аварский хинкал. Посетила вместе с девочкой Сулакский каньон и туристический гордог «Главрыба» в Казбековском районе. Девушка, прощаясь с Дагестаном, отметила, что природа края ее удивила красотой, а люди – теплом и гостеприимством. Спасибо вам огромное. Вы меня проводили по самым таким значимым местам, отправляли в самые такие удивительные места. Удивительно красиво здесь. Это культура, это быт, это просто невероятные места. Да. Больше всего, скорее, что меня удивило, потому что это была моя, знаете, из таких маленьких мечет, это побывать в центральной мечети. Первое, что сделала Анастасия в день приезда, попросилась мечеть. И сразу, джума мечети. Это безумные виды, и это просто невероятные ощущения, непередаваемые. Ума Мусаева, в свою очередь, подчеркнула, что участие в проекте – это способ заявить, наши люди всегда готовы поддержать гостей в трудной жизненной ситуации. То, что сейчас происходит в стране и за ее пределами, не может не изодеть никого. То есть мы все вовлечены в эту историю, и мы все хотим, чтобы все это разрешилось благополучно. Приезд гостей из Донбасса, именно детей подросткового периода, мне кажется очень таким нужным и своевременным, потому что мнение свое они будут складывать не из репортажей, не из сведений, которые они видят на телевидении, либо где-то в соцсетях, а в живую пообщаться с людьми. Всегда интересно увидеть настоящих живых людей, не политиков, не каких-то шоуменов. И в данном случае как раз есть возможность рассказать о своем быте, о своей жизни, о своих интересах, о том, чем мы живем, как мы живем, какие у нас взгляды на жизнь.